Добрый вечер Итак, я поиграю музыку. Это в основном музыка, написанная в 20-е, 30-е и 40-е годы прошлого века. И я вам буду играть и рассказывать о этой музыке и о тех музыкантах, которые её создавали. Итак, я начинаю. Первая композиция называется «Horny Cycle Rose. Жимолость». Автор Фетс Уоллер. Играет музыка 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 Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. Композиция «Монигло. Лунное сияние». Следующая музыка – это знаменитый джазовый стандарт под названием «Креолловкал» – «Креольский зов любви». Авторство этой пьесы приписывается известному джазовому пианисту и композитору Дюку Эллингтону. Хотя многие музыковеды утверждают, что её написал корнетист Джо Кинг Оливер. Не путать корнетист и кларнетиста. Корнет – это инструмент разновидности трубы, а кларнет – это деревянный духовой инструмент. Один из представителей семейства деревянных духовых, которые входят в лейток, обоих кларнет и фагот. Вот кларнет из этой серии. То есть Джо Кинг Оливер был корнетистом, он играл на корнете, то есть как бы на трубе. Эту пьесу написали в 1926 году, а первая запись на пластинку была сделана оркестром Дюка Эллингтона 26 октября 1927 года. Ну, собственно, поэтому, видимо, и считается, что написал Дюк Эллингтон, потому что он её записал первое, её исполнение. И интересно она тем, что здесь Эллингтон впервые в истории джаза использовал в качестве музыкального инструмента женский голос, известный в то время певицей Аделаиды Холл, которая в исполнении песни принесла некоторый элемент эротических оттенков. Ну, у нас эротических оттенков, я думаю, не будет. Будет просто инструментальная пьеса в моей аранжировке. Итак, Креол Ловкал. Креольский зов любви. Креол Ловко 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 Креол 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 Ловко 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Эта композиция является 13-м в мире музыкальным стандартом по числу записанных версий. Она даже опережает такие знаменитейшие ситы, как Jingle Bells, All Man River и Боевой Гимн Республики. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Среди исполнителей самые знаменитые это Этель Элла Фиджеральд, Бенни Гудман, Бин Кросби и группа Beatles. Начиная с 30-е истинс. Начиная с 30-го года, Света с 30-го года, Свет Джорджа Праун в различных аранжировках регулярно звучит в кинофильмах, а позже и на телевидении. Среди десятков фильмов, где она звучала, такие знаменитые фильмы, как «Не ставь на блондинок», «Судьба солдата в Америке» и «Милдред Пирс», ну и многие-многие другие. Содержание песни содержит текст, рассказывающий историю смугленькой девушки, такой неловкой, но такой аккуратненькой и эротичной Которая появилась недавно в городе, что все парни вздыхают по ней именно с того момента, как она появилась В оригинале номер был написан для голоса в сопровождении фортепиано, но вскоре появилась аранжировка для популярного в те годы укулеле Ну, наверное, знаете, да, что за инструмент укулеле? Это такая маленькая гитарка с четырьмя струнами В основном она распространена в Латинской Америке, мексиканцы очень ее любят, всякие, так сказать, бразильцы и прочее-прочее Вот, такой, в принципе, аналог банджо, в общем-то, хотя банджо, конечно, более серьезный инструмент, но напоминает банджо А позже, в общем, она стала одним из популярных стандартов уже непосредственно для саксофона Итак, композиция «Свит Джорджа Браун, милая Джорджа Браун» Автор – Машио Пинкарт Автор – Машио Пинкарт Автор – Машио Пинкарт Автор – Машио Пинкарт ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА